Привет, красотка! И у тебя уже сейчас должно было подняться новогоднее настроение, как только ты увидела елочку, вот эти вот какие-то челочки. Меня с оленем на голове, и если у тебя вдруг не было новогоднего настроения, то оно должно было вот так вот уже появиться. Я надеюсь, что вы здоровы и не заболели, как это сделала я. Если же нет, то успевайте скорее вылечиться. Ну, а я к вам пришла с подарками под елкой в виде новогодних лайфхаков. Я для вас сегодня подготовила несколько бьюти лайфхаков, которые, как мне кажется, помогут вам в новогоднюю ночь, вот эту вот суетливую пару перед Новым Годом, сэкономить время, не выглядеть нелепо и, в общем-то, все то, что делают лайфхаки, то есть упрощают нашу жизнь. Так что давайте скорее приступим. Конечно, эти лайфхаки можно адаптировать и под любой праздник, и, в принципе, под ежедневную жизнь, но я старалась, чтобы они были максимально именно приближены к Новому Году, к праздничному макияжу, подготовке и всему прочему. Поехали! Первый бьюти лайфхак, а точнее это будет ошибка, и лайфхак будет в том, чтобы не допускать эту ошибку. В общем, не делайте из себя елку, не пытайтесь быть наряднее, чем вот этот атрибут Нового Года, и не пытайтесь сделать сразу же несколько акцентов. Я просто вспоминаю свои прошлые Новые Года, когда я собиралась на празднование Нового Года, мне всегда казалось, что нужно сделать, ну, это поярче. Допустим, вот я рисую брови, мне кажется так, нужно сегодня поярче, все-таки Новый Год. Вот рисую глаза, так, нужно стрелки побольше, блесток побольше, губы побольше, и в итоге получается такая матриона, что реально можно посоревноваться с елкой по нарядности, так сказать. Но елки это к лицу, а нам, девочки, нет. Все-таки на лице должны быть выстроены грамотно акценты. Например, если у вас яркие блестящие губы, то есть они не матовые, а блестящие, то глаза уже нужно делать чуть-чуть поспокойнее. Конечно, не так, как в повседневном макияже. Можно нарисовать и стрелки, можно сделать амбре, можно добавить блесток, нужно добавить блесток. Но не стоит каждый элемент макияжа сделать более ярким, оправдываясь, что это типа, ну, Новый Год. Следующий лайфхак будет состоять в том, что я вам посоветую взять с собой зубную нить. Просто моточек зубной нити и держать ее при себе. Не понадобится, не понадобится, но, скорее всего, еда где-нибудь в ненужный момент самый застрянет, и это невозможно будет нормально убрать. И особенно, если вы празднуете не дома, там, где у вас есть зубная щетка, и если что, вы в кругу семьи, и ничего страшного, что будете весь вечер у вас мандаринка. То, если вы празднуете где-то в компании, где-то в другом месте, а зубочистка, например, не будет справляться, то зубная нить будет очень кстати. Она, на самом деле, меня очень часто вручала, и мне кажется, в такой праздник, как Новый Год, когда вы будете улыбаться на фотографиях, одновременно много кушать, потому что это такой праздник, суть праздника в этом, мне кажется. Зубная нить не помешает. Следующий лайфхак, как сделать вашу помаду суперстойкой на весь вечер. Как я уже правильно сказала, Новый Год это праздник живота. На самом деле, нет, животу нашему не очень классно, потому что для него такие порции, такие объемы и такое разнообразие не очень-то полезно, но, тем не менее, почему-то из года в год мы постоянно это делаем. Мы едим. Так вот, самая распространенная проблема это помада, которая либо съедается, либо отпадает кусками. Что я вообще бы посоветовала делать с помадой? Я бы не советовала наносить матовые помады, вот такие, как у меня сейчас, например, именно суть которых вот так вот заматоветь буквально за несколько секунд, потому что почему? Что у нас обычно на праздничном столе? Это, конечно же, всякие салаты там с майонезом, с маслом. Это все имеет жирный состав и даже матовую помаду этот жирный состав легко вот здесь вот разъест, так сказать. Суть матовой помады в том, чтобы отпадать неравномерно, как это делает, например, кремовая помада, а просто она будет у вас отваливаться кусочками. Если у вас не будет возможности после каждой порции салата подкрашивать губы, более того, с матовой помадой это не всегда выглядит красиво, потому что она будет как будто наслаиваться и еще больше отпадать. Я бы посоветовала нанести кремовую помаду, потому что даже если она сходит, конечно, она сходит с губ, но сходит она как-то более равномерно, более, знаете, так аккуратно, и если что, выйти два раза в туалет в дамскую комнату и подправить свой мейк, это окей. Так вот, чтобы сделать более стойкую помаду, именно кремовую, смотрите, какой мы делаем бутерброд. Сначала мы наносим слой нашей кремовой помады, затем мы буквально, знаете, четвертиночку салфеточки, бумажной салфеточки, которую еще нужно разделить на несколько слоев, знаете, они бывают многослойные, вот самую тоненькую возьмите и приложите к своим губам, сверху пройдитесь немножечко пудрой и сверху бабахните еще один слой этой же помады. Вот поверьте, она у вас прям будет так хорошо запечатана, впечатана прям, и продержится намного дольше. О следующем лайфхаке я немножечко уже упоминала в предыдущем видео, если вы делаете, намереваетесь делать макияж с блестками, которые у вас осыпятся, скорее всего, в процессе нанесения макияжа, то сначала, во-первых, сделайте глаза, закончите вот прям с глазами, потому что лучше вы сделаете тон в конце и все выровняете красивенько, чем вы сделали идеальный фарфоровый тон, а потом у вас какая-нибудь стрелка полетела, вам нужно стирать, стирается вместе с тональником, вы психуете, Новый год не к черту, не надо. Так вот, мало того, что мы рисуем глаза в самом начале, так чтобы еще и избавиться от лишних блесток, которые нападают нам везде, не старайтесь убрать это кисточкой, потому что процентов 70 точно останется, блестки, они имеют такое свойство, знаете, прилипать. Поэтому мы берем такое же средство, которое прилипает, скотч, наматываем его немножко на руку, несколько раз отклеиваем и приклеиваем от руки к руке, чтобы скотч перестал быть таким дерзким парнем, и затем уже приклеиваем на нужные места на лицо, и блестки остаются таки на скотче. Сейчас лайфхак про реснички. Мы снова с вами будем делать некий бутерброд, ну, не совсем. Очень хочется подчеркнуть глаза в этот день, и чтобы не переборщить с слоями туши, как я уже говорила ранее, нам хочется всего сделать поярче, нанесите слой своей обычной туши на ресницы, и затем, пока она еще такая не совсем подсохла, возьмите обычную щеточку, ну, знаете, как из-под туши, вот эту вот просто чистую щеточку, и пройдитесь ею по вашим накрашенным ресницам. Как бы расчешите, заберите лишнее, и потом вторым слоем нанесите тушь сверху. Очень классный лайфхак, серьезно, очень крутой. Мне очень понравился этот эффект разделенных, без комочков и очень удлиненных ресниц, именно за счет того, что мы наносим не слой за слоем, а как бы убираем ненужный слой, там, где еще всякие комочки, и сверху наносим второй. Новый год, девочки, это время для блесток, время для хайлайтера. Но что делать, если у тебя нет хайлайтера? Использовать шиммерные тени. Мне кажется, у каждой девочки есть такая палетка, где есть шиммерные тени. Конечно, желательно, чтобы они были не красные, не синие, а именно такие вот белесые, цвета шампанска, в общем, подходящие под наш макияж. Если этот шиммер прямо, знаете, растушевывается в такую вот какую-то сияющую, мерцающую дымку и оставляет сияние, то эти тени как раз-таки подойдут нам идеально. И не обязательно иметь отдельный продукт хайлайтер. Точно так же, кстати, наоборот, если у вас есть хайлайтер, вы можете использовать его, конечно же, как тени для вето. И еще насчет хайлайтера очень такой важный момент. Если у вас открытое платье, здесь зона декольте обнажена, я советую не мелочиться и наносить хайлайтер не только на лицо, но еще и на ключицы. Это очень красиво подсвечивает. Если вы, тем более, куда-нибудь там идете, где будут софиты, это все очень красиво переливается и смотрится как-то более гармонично. И последний лайфхак будет снова о блестках. Блесток много, знаете ли, не бывает на Новый год. Если вы хотите сделать, знаете, этот эффект веснушки из блесток. Если у вас нет специальных вот этих блесток, глиттера, которые подходят для лица, ничего страшного не будет, если вы возьмете обычные блестки, которые там для ногтей, знаете, такие. Обычные, продаются в магазинах, там швейных, за 15 рублей. И нанесете их на эту зону с помощью клея для ресниц. Но только не так, чтобы клей вылили вот сюда вот и сверху блестками посыпали. Нет, конечно же. Все делаем очень аккуратно. Ватная палочка, буквально на те зоны, куда вы наносите, немножечко нужно нанести точечно клея для ресниц и уже сверху пройтись вот этими крупными частичками блесток. Мне кажется, это очень выигрышно смотрится именно в Новый год. Это так вот празднично. Не знаю, блестки и Новый год это вообще, по-моему, одно целое. Ну что, красотки, вот это все мои бьюти лайфхаки на новогоднюю ночь для вас. Я очень надеюсь, что хоть один из них вам в этот Новый год, возможно, уже поможет. А я вас поздравляю с новым 2019 годом, который совсем скоро наступит. Не буду сейчас говорить никакую речь. Оставим это дело нашему президенту. Я просто вам пожелаю любить себя, быть любимыми, дарить добро и быть счастливыми. Я вас очень сильно люблю. И не забывайте улыбаться чаще, особенно Новый год. Ну все, всех целую, всех с Новым годом. Встретимся уже в новом 2019 году. Пока-пока.